Как судьба страны связана с судьбой человека? Как правильно пользоваться своей свободовыборой? Знайте, что ваша судьба стоит на первом месте, судьба страны на втором. Такая связь. Судьба страны – это та сила, которая делает жизнь тяжелее снаружи. Но если человек живет во внутренней жизни, он живет в молитве, тогда судьба страны не сможет в полной степени помешать ему. Он не теряет ни работу, ни отношения, ни свою судьбу внутри тяжелой жизни в стране. Почему? Потому что ему хватает силы внутренней, чтобы справиться с этой тяжестью. Судьба страны – это всего лишь объем работы. Вот сейчас жизнь в нашей стране стала тяжелее. Знаете, что придет время, и также судьба остальных всех стран наполнится такой же тяжестью. Потому что в целом на всей земле сейчас наступает время, в котором всем станет жить тяжелее. Каких-то стран начинается раньше, с каким-то приходит это позже. Волна все равно пойдет везде. Не имеет значения. Нет смысла куда-то бежать. Имеет смысл подумать, как выжить в этой ситуации. Только один способ. Решайте проблемы внутри своего сердца, и снаружи они будут решаться само собой. Нет другой способ выжить, когда, допустим, бомбы летят, нежели решать проблемы внутри своего сердца. Потому что ты не сможешь сплавить, прогнозировать, куда она прилетит. Понимаете? Она тебя не спрашивает. Но если ты молишься, ты сможешь сбежать с того места вовремя, куда она должна попасть. Приведу пример. У меня есть одна знакомая, которая живет в Донецке. Лучше бы, конечно, она уехала. Но так как она живет в Донецке, она может попасть под бомбежку. Понимаете? И в какой-то момент так и случилось, что начали бомбить ее район. Тот дом, фактически, в котором она живет. И она не пошла в бомбоубежище, потому что она молилась. Она верила в Бога, что Бог защитит ее. И Бог ее защитил. Знаете как? Просто ей вдруг захотелось, неожиданно захотелось пойти в одно место в квартире. И когда она туда пришла, то в это время, вот слушайте внимательно, что произошло, то в это время влетела бомба прямо в ее окно. И она там порвала все в этой квартире. Понимаете? Но то место, где она была, осталось целым. Попытайтесь это понять, что произошло. Молитва по-любому защищает человека. Другой пример. У меня есть один знакомый, тоже работает со мной, молодой человек. Он очень серьезно занимается духовной практикой. И он накопил такую силу духовную в свое время, что эта сила защитила его от неминуемой гибели, которая должна произойти была у него в жизни. Он купил неисправную машину, которая плохо ездила. У нее не было денег на другую. Он поехал на этой машине первый раз. Был сильный дождь. И эта машина потеряла управление. И она поехала прямо в КАМАЗ. Вот КАМАЗ на всей скорости лоп-лоп. Дальше произошло следующее. Слушайте внимательно, что произошло. КАМАЗ оторвал у машины весь перед. То есть врезался лоп-лоп. И часть перед машины, вот это вот все, мотор весь, он улетел в одну сторону. Машина полетела назад на ту полосу, на которой она ехала. И в зад этой машине врезалась еще одна машина на всей скорости. И просто оторвала кусок сзади от машины. Единственное, что осталось в целом у машины, это то место, где сидел водитель. И водитель просто потерял сознание. Когда приехала милиция, то милиционер вышел и спросил, где трупы. Но трупов не было, потому что оба машины были большие, они не пострадали. А эта маленькая машина, в ней сидел один человек всего. Вот этот водитель, который жил в молитве. И что произошло? Небольшой ушиб сзади. Вот с этой стороны, где он как бы сидел, прижавшись к боку машины. Все. Его вытащили из машины в бессознательном состоянии. Повезли в реанимацию. Думали, что долго не проживет. Когда он очухался, ему сделали все обследования. Никаких повреждений в организме. Через два дня его выписали. Все. Когда в Сочи через два дня была авария небольшая, и погибло два человека, то милиционерам не могли понять, как они могут отчитаться за эту аварию, что в таком простом ДЦП столько смертей. И они поставили фотографии вот этой вот аварии, в которой никто никак не погиб, вот туда в Сочи, чтобы показать, что произошло, почему столько трупов. Но они никак не могли понять, этот милиционер, он говорил, я в жизни такого не видел, чтобы вот столько вот так все порвало, и человек жив остался. У меня не было примера. Продолжение следует...